Всем привет! С вами Фогель, на связи из барабанного центра Blast Beat. Сегодня мы поговорим с вами о новинке, о которой в России еще никто не рассказывал. Это электронные барабанные установки GEVA. Совсем недавно компания GEVA представила миру новые электронные барабанные установки, сердцем которых стали два модуля G9 и G5. И забегая вперед, я сразу хочу сказать, что ударные установки GEVA это действительно крутые и профессиональные установки, которые можно и нужно использовать в качестве концертного и студийного оборудования. В этом видео я вам расскажу об установках на модуле G9, а по подсказке вот тут вы сможете посмотреть обзор на установки на модуле G5. В линейке установок G9 есть много разных комплектаций. Поверьте, тут есть на что посмотреть. Я хочу сразу отметить, что компания GEVA не стала изобретать свои рамы и стойки, а обратилась за этим к самым известным и проверенным производителям, а конкретно DW и Гибралтар. Вот какие комплекты есть с модулем G9. Установка из пяти барабанов на раме Гибралтар, где три тома будут не полноразмерными, а компактными. Установка из пяти барабанов на раме DW, установка из шести барабанов на раме DW, установка из пяти барабанов на стойках Гибралтар и установка из шести барабанов на стойках Гибралтар. И также все установки есть в другом цвете. Во всех вышеперечисленных сетах пэды идут с кевларовыми сетками от всемирно известной компании Remo. Я считаю, что выбор достаточно большой. Кстати, важный момент. Во всех комплектациях пэды не отличаются количеством зон, А это значит, что если вы хотите себе более компактную установку, то вы получите все те же функции, что и в прокомплектации. Сегодня на обзоре у нас комплект из шести барабанов на стойке гибралтар. В него входят 10, 2, 12 и 14 дюймовые двухзонные пэды для томов, трехзонный малый барабан 14 на 5 дюймов и 18 дюймовая бочка, 2,14 крэша, 18 дюймовый райд и 14 дюймовый хай-хэт. Все пэды тарелок максимально реалистично передают ощущение при игре. И я хочу отметить, что все тарелки, даже хай-хэт, имеют три зоны – тело, край и купол. Ну и, конечно же, функцию глушения. Хай-хэт имеет восьмиступенчатую градацию открытия. Все томы имеют две зоны – пластик и обод. А пэд малого барабана может работать тремя способами. Они называются римшот, кросс-стик и x-фейт. Это значит, что в зависимости от ваших привычек и задач, вы можете выбрать нужную вам функцию и извлекать три звука – рим-клик, рим-шот и удар в пластик. В комплекте с установкой идут стойки для тарелок с держателями для томов, стойка для малого барабана и стойка для хай-хэта. Педаль приобретается отдельно. Перейдем к модулю. Модуль G9 – это настоящая рабочая станция, у которой огромная куча настроек, множество входов и выходов, а как итог – невероятное количество возможностей. Большинство звуков, которые есть в GEO G9, записаны в одной из самых известных профессиональных студий Funko House в Берлине. В модуле уже есть 40 готовых высококачественных пресетов, а также вы можете пополнять свою коллекцию в официальном интернет-магазине GEO, загружая туда готовые пресеты при помощи Wi-Fi. Или загружать в модуль свои сэмплы. Для этого в модуле встроено 128 ГБ памяти. На борту модуля 15 входов для пэдов, вход для футсвича, стерео-мастер-выход на XLR-ах, 8 директ-аутов на джеках, стерео-выход для мониторинга, миди-разъемы in и out, разъем USB для подключения к компьютеру, разъем USB для флешки, и, конечно же, выход на наушники. Управление модулем осуществляется на 10-дюймовом мультитач-экране, а также при помощи четырех крутилок. Когда вы только включаете модуль, вы видите перед собой самый базовый стартовый экран. На нем можно изменить темп метронома, громкость монитора или входного сигнала, громкость в наушниках и громкость мастера. Также снизу в левом углу у вас есть кнопка включения и отключения метронома, а рядом с ним кнопка включения выделения сильной доли. Также мы видим окно, в котором мы можем листать банки звуков при помощи кнопок плюс и минус, а также нажав на него, перед нами открывается полный список всех банков, проскролив которым мы можем выбрать нужный нам пресет. Также в этом окне для удобства предусмотрен фильтр. В центре изображена барабанная установка, и если нажать на нее, то мы услышим звуки, которые назначены на барабаны в данном пресете. В правом верхнем углу находятся иконки AUX-пэдов, то есть дополнительных пэдов, которые подключаются в соответствующие разъемы. На самом верху мы видим вкладку микшер, в которой можно отрегулировать громкость звуков каждого пэда. Особенно приятно, что здесь предусмотрена кнопка Tom Grouping и Symbol Grouping. Это значит, что когда мы отрегулировали громкость этих инструментов относительно друг друга, мы можем сгруппировать их и изменить их общую громкость относительно других элементов установки. Ну и в правом нижнем углу главного экрана у нас расположена иконка настроек, нажав на которую мы открываем для себя все возможности модуля. Настройки разделены на 7 разных категорий. Это Performance, Kit Editor, Effects, Trigger Settings, General Settings и Tools. Начнем с категории Performance. На первой вкладке, Drum Kit, мы можем также выбрать нужный нам пресет при помощи плюса и минуса, нажав на название «Открыть список» и при помощи прокручивания найти нужный банк. И здесь есть окно быстрого доступа, в котором мы можем набрать нужную цифру и оперативно включить нужный пресет. Следующая вкладка — это настройки самой установки. Тут также есть иконка микшера, а в правой части мы видим выбор типа срабатывания малого барабана. Если мы выберем ремшот, то каждый раз, когда мы будем ударять в обод, мы получим звук ремшота. Кросс-стик же, наоборот, всегда будет выдавать звук ремклика. А если мы выберем X-Fade или, как его называют, кросс-фейт, то когда мы будем играть в обод слабо, мы услышим звук ремклика, а на сильных ударах и акцентах будет звук ремшота. Следующая вкладка — Song Player. Подключив обычную флешку, мы можем запустить с нее любой аудиофайл, который нам необходим. Тут же можно зациклить его, поднять или опустить громкость, а также сделать темп быстрее или медленнее. Это особенно полезно, когда мы занимаемся и разучиваем новые партии. Обычно для этого нужен компьютер и стороннее приложение. Здесь же эта функция встроенная. Самая нижняя часть этой категории — это настройки метронома. Здесь мы можем выбрать темп, количество долей и выбрать нужные длительности. Включить или отключить выделение первой доли и сам метроном. А еще, если вы не знаете темп нужной вам композиции, вы можете воспользоваться функцией Tab. Сделав несколько ударов по соответствующей кнопке, она сама определит темп. Следующая категория — Hit Editor. Это настройки звука в самой нашей установке. Здесь мы можем взять нужный нам пресет, выбрать необходимый канал и назначить на любую зону сэмпл, который мы хотим. Выбрать канал можно на экране. Или если включена функция AutoSelect, то просто ударом в нужный пэт. Давайте настроим звук малого барабана. Открываем все сэмплы. Как вы видите, все три звука малого барабана сгруппированы. Это сделано из-за того, что в этом банке записывали один малый барабан. Если вы хотите полностью изменить звук малого барабана, то просто перебирайте разные малые. А если звуки малого барабана вас устраивают, за исключением, например, римклика, то отключите функцию Sound Grouping и выберите нужный римклик от другого малого. Кстати, помимо основного звука, вы можете добавить еще и дополнительные звуки не только на весь пэт, но и на отдельную зону. Например, мы можем добавить звук джинглов на малый барабан для имитации тамбурина накладки. Чуть ниже есть настройки громкости, панорамирование, эмбиенс, реверберация и так далее. Категория эффекты. В этой категории находятся все пространственные обработки вашей установки. И что очень важно, вы можете создать пространство как для отдельных элементов установки, так и для установки в целом, создав определенный эмбиент комнаты, например. В самой нижней части есть особые мультиэффекты, такие как дилей, хорус, фейзер, фленджер и так далее. Вообще, эмбиенс — это отличительная особенность всех модулей Гева. Они назвали ее 3D-звуковое изображение. Это сэмплы для каждого типа и силы удара, которые записаны на несколько микрофонов в помещении. И при помощи вкладки «Эффектов» вы можете подмешивать эти сэмплы в сухой звук барабана. Следующая категория — это настройки триггера. Здесь есть возможность выбрать триггер или пэт, который подключен к модулю, и адаптировать его настройки, чтобы все удары считывались корректно. И я хочу отметить, что к модулям Гева можно подключить множество пэдов от других известных производителей, ведь в нем уже есть сохраненные настройки и алгоритмы считывания под них. Очень важная функция — Head Threshold. Она отвечает за чувствительность пэда. Это особенно важно для малого барабана во время игры Ghost Note. Например, если поднять Threshold, то пэт не будет считывать Ghost Note, слабые удары и внешние вибрации. А если опустить до единицы, то каждый удар будет срабатывать в соответствии с его силой. Также в этой вкладке есть очень важная функция калибровки хай-хета. Это еще одна интересная вещь в установках Гева. Это значит, что модуль будет адаптироваться к вашей игре, а не вы будете привыкать к отзывчивости контроллера хай-хета. Нажав на иконку Hi-Hat Pedal, выбираем Calibrate и следуем инструкциям на экране. Всего два движения, и Head будет корректно срабатывать при открытии и закрытии. Следующая категория — General Settings. Тут мы можем настроить панораму, эквализацию и компрессию мастера-аута, монитора и выхода на наушники, а также включить или выключить синхронизацию директ-выходов и настроить громкость каждого из них. А также я хочу отдельно выделить функцию Routing. В этом окне мы можем маршрутизировать все сигналы с барабанов, так как нам это будет необходимо. А это значит, что имея такое большое количество выходов, мы можем отправить каждый элемент барабанной установки по отдельности. Например, на концерте, для того, чтобы звукорежиссер отрегулировал звук во время вашего выступления, вы можете отправить ему томы, бочку, малый барабан и все тарелки по отдельности. Geva G9 может работать как аудио и миди интерфейс. Для того, чтобы записать это видео, мы подключили его к компьютеру при помощи USB-провода. И без установки каких-либо драйверов он сразу появился у нас в программе как доступный девайс. Выбрав его как аудиоинтерфейс и создав дорожку записи, мы видим 10 каналов. Это 8 Direct и 2 Master Auto. А далее используем их так, как нам нужно. Теперь во вкладке Routing я назначу на первый Direct Out бочку, на второй малый, в третий и четвертый отправлю стереосигнал всех томов, в пятый – Ride, в шестой – Hi-Hat и в седьмой и восьмой – два крэша. Теперь в соответствии с настройками роутинга, все барабаны приходят к нам в программу, и мы пишем их по отдельности. Также вы можете использовать установку как миди-контроллер при помощи различных плагинов и секвенсоров. В Geva G9 есть Bluetooth, и он работает не только на прием аудиосигнала, но и как Bluetooth-миди-контроллер. То есть мы можем подключить туда телефон или другой девайс и достаточно быстро записать миди-партию. Подведем итог. Компания Geva выпустила отличную электронную установку с очень крутым модулем, в котором есть все, что нужно для профессионального барабанщика, концертов и студийной работы. Огромное количество настроек и эффектов, максимально понятный интерфейс, рамы и стойки от лучших производителей, многозонные пэды, высококачественные сэмплы и невероятное количество возможностей. Безусловно, сегодня мы лишь бегло пробежались по большей части всего функционала модуля. Ведь для того, чтобы изучить все досконально, потребуется очень много времени. Но даже на основе этого обзора можно сделать определенные выводы. Лично я считаю, что это очень достойный конкурент для производителей электронных барабанов. А что думаете вы? Напишите в комментариях под этим видео, нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну и, конечно, все ссылки для того, чтобы ознакомиться с актуальными ценами и подробными характеристиками, а также приобрести все эти установки, будут в описании к этому видео. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok